Не знаю как вы, но я очень этого ждал. Наконец-то на Гранд Мобайли вышло долгожданное глобальное обновление. Мне уже не терпится всё это дело посмотреть, погнали! Доброго времени суток, наши любимые игроки. В феврале мы подготовили для вас большое обновление, которое выйдет в двух частях. Сегодня мы готовы презентовать вам первую. В ближайшие несколько минут вы узнаете самые интересные подробности. Короче, эту обнову разделили на две. Начнём с самой важной новости. Теперь вы сможете создавать новые уникальные скины и аксессуары с помощью системы крафта. Да, наконец-то ребятки добавили крафт, и можно будет поставить новые цели в пути бомжа у нас на Гранд Мобайли. В принципе, это очень интересная система, на которую можно залипнуть, блин, на долгие часы. Для крафта предметов вам понадобятся нитки, чертежи и ресурсы. Сейчас мы расскажем, где это всё раздобыть. С нитками всё довольно просто. Их можно получить путём разборки ненужных скинов и аксессуаров через меню инвентаря. Я думаю, у многих забит инвентарь всякими ненужными скинами, аксессуарами и так далее. Поэтому с этим проблем у нас не будет. Чертежи выпадают во время игры на арене в абсолютно любом режиме. Правда, с небольшой вероятностью. Поэтому там стоит зависать почаще. А вот ресурсы придётся добыть вручную. Для этого мы добавили каменоломни. Новые локации в виде бизнесов. Это каменоломня мне уже кое-что напоминает. Напишите в комментариях, кому может быть тоже. Отправляясь туда, нужно раздобыть кирку. Всего есть пять видов кирок. Каменная, железная, рубиновая, золотая и алмазная. Первые четыре можно запросто купить в специальном магазине или на самой каменоломне. А вот алмазная кирка более редкая. Она доступна как приз на различных ивентах, а также в донат-магазине. Разновидность кирки влияет на скорость работы и шанс выпадения ресурсов. Прибыв с киркой в каменоломню, вам предстоит пройти мини-игру по добыче ресурсов. С разными вероятностями вы сможете раскопать железо, жемчуг, сапфир, рубин, изумруд и алмаз. Добыв нужные ресурсы... Ну, короче, фарм и ещё раз фарм. Мы ещё с вами обязательно слоим вот этот бизнес, где продаются кирки, и посмотрим, какая там будет финка. Добыв нужные ресурсы, вы сможете приступить к крафту предмета. Для различных предметов разный шанс успешного крафта. Вот это тоже очень круто, что добавили шанс крафта. Ведь именно поэтому ценность предмета может быть в разы как бы больше, да? Цес всегда занимает ровно 30 минут. Но есть два способа повысить шанс крафта и ускорить процесс создания предмета. Первый — приобрести сильвер вип, в результате чего шанс успешного крафта увеличится на 20%, а время процесса уменьшится на 10 минут. Второй — приобрести для своего дома или квартиры улучшение верстак. Тогда шанс крафта повысится на 10%, а время уменьшится на 10 минут. Для того, чтобы применить это улучшение, вы должны находиться в своем доме или квартире во время создания предмета. Короче, можно суммировать випку, там этот верстак и максимально получить этот шанс. К слову, оба способа можно использовать одновременно. А для тех, кто совсем не любит рисковать, мы добавили камень создания, который можно купить в разделе услуг. Он повышает шанс крафта при создании любого предмета до 100%. Обещаем, что весь процесс создания новых предметов будет довольно простой и интересный. Вот этот предмет, кстати, будет очень дорого, думаю, стоить. Интересно, сколько он будет там по донату. Только успешных крафтов. Теперь перейдем к не менее важному обновлению — новому инвентарю. Он стал намного практичнее и удобнее в использовании. А еще там появилась возможность сортировки всех предметов по типу. Это вам точно должно понравиться. Да, это нам очень, блин, понравилось, потому что, блин, я задолбался искать, где у меня там что находится. Тут себе вон отсортировал, поставил фильтр, что тебе надо, и вообще красота. Вот этот разрабам огромный, блин, респект. Да и в принципе у нас инвентарь стал намного круче, прям намного свежее. А теперь встречайте новый ивент под названием «Нашествие зомби». Ивент, блин, их давно не было. Вам предстоит пройти квестовую линию, чтобы найти вакцину для спасения человечества. Во время прохождения заданий вы будете получать специальную валюту — зомбкоины. Потратить ее можно в магазине ивента, а также в специальной рулетке. В начале ивента каждый игрок выбирает роль выжившего или зараженного в специальном интерфейсе. Быть выжившим в целом выгоднее из-за ряда бонусов, уменьшение таймера между квестами до 20 минут, повышенный шанс на выпадение головы зомби, 15% скидка на прокрутку рулетки ивента, и возможность получать в полтора раза больше бонусов. Блин, ребят, может, по мне не видно, но меня сейчас так переполняют эмоции. Я так рад, блин, и счастлив, что Гранд движется, блин, только вперед. Постоянно все лучше и лучше. Каждый ивент все лучше и лучше, блин. ...зомбкоинов каждый час. Одной из активностей будет новая игра на арене «Подземелье выживших». Ее суть заключается в освобождении подземелья от зомби. Пять игроков будут появляться в подземелье с оружием, где они должны ликвидировать всех зомби. Но не все так просто, ведь у зомби тоже есть оружие, и они смогут наносить ответный урон. Так что рекомендую проходить в подземелье аккуратно и не торопясь. А еще вы получите возможность создать уникальный скин ивента, который после его окончания невозможно будет раздобыть. Для его создания вам потребуются ресурсы из системы крафта, а также несколько голов зомби. В разделе с кейсами появился бесплатный кейс с интересными призами. Надеюсь, он бесплатный, реально бесплатный. Блин, ну почему? Ну почему? Почему нельзя было сделать хотя бы один какой-нибудь бесплатный прокрутик кейса, там, не знаю, раз хотя бы в неделю, да, для игроков? Такое себе, но в любом случае он реально получается бесплатным, потому что донат у вас как бы и так остается. И открывать его, смотрите, можно три раза за сутки будет. Бесплатных кейсов. О, новые автомобили, блин. А, Схаб и Венглби. Целый S6.3, походу, именно конкретно его. Да, 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 без морды. Блин, я уже знаю, столько контента, блин. Я уже знаю, что я сниму, ребятки. Надо будет это обязательно проверить. Ой, что это? Что это за Бугатти, блин? Это что? Такая, подождите, реально существует или нет? Это Роллс-Ройс какой-то, в каком-то, да? Менсори, обвес. Так, это у нас типа гелик. Это Альфа-Ромео? Ага. Ну, это мы уже знаем. В этом обзоре решили сделать неожиданную концовку, без всяких вот этих долгих прощаний. В общем, ребят, скажу вам то, что обновление очень и очень годное. При условии то, что, блин, это всего лишь еще первая часть. Добавить через три дня ивента, затем еще вторую часть обновления в 20-х числах будем с вами ждать. Куча просто контента, который я погнал сразу же, блин, снимать.